Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сегодня у нас 12 июля, пятница, девятнадцатый год. Свиноматка наша. Открой дверку, Илюх, и не мне плохо видно. О, сейчас блин. Свиноматка наша поросилась ночью, как я уже говорил. Я к ней не подходил, ничего не делал. Она уже у меня взросла, поэтому решил попробовать, проэкспериментировать этот самый. Ну, чтобы она самостоятельно как-то более это все произошло у нас с природным путем. Видел просто видео, смотрел у одного мужичка. Он говорит, что вообще не парится. Зашел, она вот это поросилась, они порасползались там. Ну, вот только поподкидывал. Вообще, говорит, никаких проблем сами там, не надо их ничего там гладить, вытягивать. Так я думаю, что у меня хуже свиноматка, та не. В общем, сделал вот так вот, без, скажем так, без участия своего. Не стал себя голову заморачивать. Мало того, что этот самый. Мне проще будет. У меня сейчас уже шесть свиноматок я себе сделал. Думаю, если вот так я буду за ними возиться, у меня не будет ни дня, ни ночи. Поросятки только появились ночью сегодня. В предыдущем видео я еще делал ставки. В общем, родила она прямо в тот же день. Видите, у меня глаз набитый. Сразу видно, когда будет пороситься. Восемь поросяток. Большие, в принципе. Я бы даже сказал, очень большие для новорожденных. Ну, в принципе, все нормально с ней. Восемь, наверное, все-таки потому, что она у нас трошки, наверное, ПТРН. Потому что все, что трошки ближе к мясному, оно малоплодное. Ну, ничего страшного. Восемь. С одной стороны, все там пишут по 20, по 18. С одной стороны, вроде хочется 20-18, но потом понимаешь, что это будет 18 недоносков, которые не расти толком не будут, ни вида у них не будет и продать их будет нереально. Здесь же 8 штук. Я уверен, что в месячном возрасте у них вес будет под 10 килл. В общем, да они уже, вот я смотрю, ну, по размерам они очень крупные. Так что хайбуды лучше 8, зато качественные. Ну, так вот первый день поросятки у нас уже, так, 3, 4, 5, 6, 7, а где еще один? А, вот еще один. Подожди, подожди, давай. Свиноматка это очень-очень аккуратная. За ней не замечалось резких падений. прыжков там. Вот сейчас она место подкопает себе, чтобы лечь. Я надеюсь, все у них будет хорошо. Сегодня поеду куплю железо. На третий день уколем их железом, проколем, зубки поломаем. Посмотрим. Духа, открой, открой, я же снимаю. Закройешь, не видно ничего. Она не кого-нибудь денется, поверь. И они не денутся с него. Видите, вот так вот свиноматок вот таких надо оставлять. Спокойных, в меру шкодливых. За все время она особо ничего не ломала здесь, в сарае. Вела очень такой размеренный образ жизни. неприхотливая до еды. Сейчас только пьем водичку. Единственное, что мне пришлось после опороса, вон я повыбрасывал место. Оно получается, она его не ела. Это очень хорошо. Ну, во-первых, ей некогда было. Видно, только недавно опоросилась. Вот видите, водичку пьет. И место оно получается на подстилке. Место как бы в этот самый. Ну, не валялось на виду, не пахло. А в подстилку забилось. И поэтому у нее не было вот такого раздражающего фактора, чтобы его сразу сожрать. Так что, в принципе, вот свинка молодец. Все самостоятельно сделала. Сейчас она у нас ляжет и будет их кормить уже. Ну, соответственно, она перед этим их уже кормила. Так что у меня камерка устраивается поудобнее. Да, придется первое время там поподравнивать и может... Ну, все, давайте не будем мешать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.